16 лет назад на телеэкранах страны появилось шоу «Фабрика звезд». Проект имел оглушительный успех, а участники получили счастливый билет в мир шоу-бизнеса. Кто же из фабрикантов стал действительно популярным и не пропал среди многочисленных певцов-однодневок? Круто ты попал на ТВ! Ты звезда! Ты звезда! Давай народ поразим! Повторить успех Полины Гагарина мечтает, наверное, каждая. Она стала победительницей «Фабрики звезд 2», заняла второе место на международном конкурсе Евровидения. А самое главное – получила признание и любовь своего зрителя. С позапрошлого года Полина заняла кресло наставника на популярном телешоу «Голос» на Первом канале. Ирина Дубцова стала известна не только как сильная исполнительница, но и великолепный автор хитов. Победительница «Четвертой фабрики» отметилась дуэтами с Игорем Николаевым, Иванушками группы «Муми-тролль» и Александром Розенбаумом. Голосистая певица выпускает хиты один за другим, а вот в личной жизни у нее пока не так все радужно. Финалистка «Шестой фабрики» может похвастаться множеством музыкальных наград. Зара даже стала заслуженной артисткой в позапрошлом году. Снимается в кино и даже пела дуэтом с французской легендой Мире Матье. Стас Пьеха на «Четвертой фабрике» занял всего лишь третье место, но это не помешало ему влюбить в свой голос миллионы фанатов. «В час, когда темно и печи зала, посмотри в окно, будет звездный план». Юлиана Караулова встала на тропу сольной карьеры совсем недавно. Лучшим хитом стала ее песня «Ты не такой». Сейчас артистка периодически занимает верхние строчки хит-парадов и ведет активную гастрольную деятельность. Популярность пришла к Дмитрию Колдуну после победы на «Шестой фабрике». Колдун считается одним из лучших певцов Беларуси. В седьмом году на Евровидении он показал неплохой результат, выступив за родную страну. Елена Темникова прославилась благодаря группе «Серебро» под руководством Максима Фадеева. Недавно после длительной гастрольной деятельности покинула студию со скандалом. На сегодняшний день Елена занимается своей сольной карьерой и довольно успешно. После победы на «Пятой фабрике» Виктория Дайнека проснулась знаменитой. Сейчас популярность певицы поубавилась, но с ее талантом вернуть былую славу не составит труда. В личной жизни Дайнека повезло намного меньше. Она пережила разрыв с двумя участниками группы «Корни», не увенчались успехом отношения с Алексеем Воробьевым и Дмитрием Клеймоном. Без Тимура Юнусова этот перечень был бы неполным. Выпускник «Фабрики» не только производит один хит за другим, у него также есть собственный продюсерский центр «Линия одежды» и сеть «Бургерна». Благодарю за просмотр. А кто вам больше всех нравится из выпускников шоу «Фабрики звезд»? Пишите свои варианты в комментарии, ставьте лайки, если понравилось видео, подписывайтесь на канал, вступайте в наши группы в Инстаграм, Вконтакте, в Телеграм, все ссылки под видео. Субтитры создавал DimaTorzok